Ну а это третья версия этого объектива 70-200, и в общем-то проблема здесь в том, что он недостаточно резкий, и в общем-то если сейчас мы потестим его немножко, в нем вроде как все функции-то работают. Давайте посмотрим. Мануальная фокусировка на 70 мм, торможений нет, а для этих объективов очень важно, чтобы при фокусировке торможений не было. Если это происходит, значит у нас есть дефект на барреле, а это как правило потеря резкости. Вижу, что и здесь тоже нет, теперь посмотрим саму фокусировку. А, предварительно еще трансфокация, трансфокация не волочит фокус, если происходит такое, то это однозначно истребление гирикоида. В данном случае я не вижу таких проблем, передняя линза в хорошем состоянии, каких-то дефектов в виде выбоин не вижу, просветляйка чистая. Отправляем к тушке и фокусируемся. Так, на 70 мм, есть на 200 мм, шустро. Так, механика работает, теперь что по картинке. Итак, значение на 70 мм, я вижу, что нету нужной резкости, да, определенно ее тут нет, а это на 200 мм, ее тоже тут нет вообще. И это 2.8. Что же до таблицы на 70? Тут такая картина на 70 мм, не резкий центр на 2.8, левый верх, левый низ, правый низ, правый верх, правый верх, особенно софтит. Ну а дальше у меня идет только 135, потому что 200 мм здесь недостижимо в лаборатории, и именно по этой причине 200 мм ремонтируются в другой лаборатории. Так что, вот такие дела. Настроить могу только до 135 мм. Аппарат работает, однако имеется проблема с оптической осью, и чтобы ее исправить, необходимо будет разобрать объектив, проверить все группы колоров, какие у нас смещены, выставить их в рабочие размеры, и дальше настроить оптическую ось. Вот такой план действий, поэтому я отправляюсь на стенд. В результате разворота колоров и настройки эксцентриков можно добиться идеальной точности у этого объектива. Сейчас объектив полностью готов к работе, я сейчас просто пробегу по тестам основным. Мы видим, что отрабатывает без каких-то проблем мотор. Также на мануальном фокусе мы видим, что у нас нет никаких проблем с фокусировкой на 200 мм, и также на 70 мм. А это важно для этих объективов, потому как легкий перекос барреля приводит к тому, что начинает цеплять шкалу или при зуммировании работает фокус. Теперь по картинке. Ну и так как 70 мм для этого объектива является самым широким углом, вот по этому стенду можно проверить его. Расстояние до объекта составляет 3 метра, и в общем-то в середине находится вот такая точка фокусировки. Готово. Ну и теперь оценим результат, давайте посмотрим поближе, что же у нас там. Итак, левый вверх, левый низ, правый низ, правый вверх. От этих результатов переходим уже конкретно к 70-200. 70 мм в начале было вот так. Максимально приблизил, чтобы было видно, это у нас увеличение x10. Ботинка стала вот такой. На 200 мм еще лучше видно. Если на старте 200 мм выглядело так, это у нас расстояние, вот оно, 200 мм, а до объекта примерно 150 метров, то теперь картинка выглядит так. Ощутите разницу называется. Теперь линзой можно снова пользоваться и кайфовать от снимков. Ну вот и все. Поехали. 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 Поехали.